Всем привет, это программа в теме и с вами я Анастасия Жукова и говорить конечно же сегодня мы будем о том что творится в сером доме в последние дни и в целом обсудим последствия всплывшего скандала с бывшим заместителем Антона Агеева. Прошлая неделя закончилась для всех достаточно неспокойно после сообщения федеральных известий о мошеннических действиях Максима Мищенко который через союз защиты инвалидов участников ликвидатор впоследствии аварии на чернобыльской аэс в городе новомосковске в Туиско области отмывал деньги. Чтобы вы понимали речь идет о 650 тысячах рублей. В правительстве региона оказывается о данной истории знали с 27 августа и уже 7 сентября направили дело в правоохранительные органы. Однако уголовное дело следственный комитет возбудил лишь 31 октября. Ровно после того как была обнародована информация о том как в тульском сером доме расходуют гранты. Не смей ничего утверждать. Однако это странно почему все это время уголовное дело не возбуждалось. Кстати на этом фоне уже 1 ноября председатель СК РФ Бастрыкин временно отстранил от должности главу регионального следственного комитета Татьяну Сергееву. Причина правда не разглашается. Но расскажу вам лучше о бюджетных рублях. По заверению правительства данные средства предназначались для проведения конференции для граждан проживающих на загрязненных вследствие аварии на чернобыльской аэс территориях. Благое дело не правда ли? Вот только наш грантополучатель Геннадий Ефимов, который как раз и решился раскрыть всем правду о тульской коррупции, рассказал известиям, что деньги предназначались для проведения митингов. Ну и в заключение отмечу, что уголовное дело региональный СУСК возбудил не только в отношении Максима Мищенко. В мясорубку попал и сам Геннадий Ефимов. Мужчина находится в откровенном шоке и явно не подозревал, что его борьба с коррупцией может закончиться уголовным делом.